Ух ты! А какие у вас сорта здесь растут? Здесь один сорт. Это мермелад. Мермелад. Она такая круглая, крупная. Крудоватая, но она, конечно, месяц где-то по решению села. А это вот где мы срезаем ее, лесу полностью убираем ее. Но это ремонтантный получается сорт? Да, да. Скажемся, тоже вот у нас вон спелые. Можно по несколько штук собрать и попробовать. И тут капельные, это вот черные? Здесь, это уже капельные. Здесь орешение идет. Воду качаем бочку, поливаем, удобрение даем. Здесь как авось? Ну, это уже на третий год она осталась. Как бы первый год осенью высадили. В прошлом году первый урожай собрали. И в этом году уже собрали как бы урожай где-то 23 тонны в гектарах у нас вышло. Ну, опять же, тоже при уборке сильные дожи были. И очень много... На ягоде сказалось, что она... Да, сказывается она много воды, забирает воды и уже не транспортабельная. И на вкус, наверное, тоже немножко сказывается. Да, и на вкус немножко. А так она вот сочная, очень вкусная. Для нее лучше засуха. Когда засуха, мы немножко водички дали, подкормки дали. И вот тогда она сочная и сладость, и запах, аромат такой у нее и... А я видела в других местах, что вот в междуряде соломы посыпали. Да, но мы убрали. А, тоже было у вас. А, а вот та солома для этого, да? Заготовлена солома. Мы в междуряде стелем уже перед уборкой, когда начинаете убрать ряду. Мы засылаем полностью соломой. И даже при душе она на соломе лежит, она чистая, не пачкается. Да, да. И здесь какая площадь у участка? Два вектора. И продаете просто как свежую ягоду? Ее-то уж, наверное, не хватает. Ну, мы то же самое. Ни на сок, ни на пюре. Есть, как бы, эти покупатели, которые скупают, ну, это у меня в Гуничье, там, где-то около 120-140 гектар. И они там скупают, мы уже свозим на холодильник, и они, по-самому, тоже они отправляются на Россию. Все на Россию идет. А какая у нее цена? Вот здесь, например, закупочная или какая? Ну, закупочная опять, в прошлом году была, и 28-30 лей, как бы, на земле. А все зависит, и 15, и 18, и 20, все зависит, какая губка, то есть мелкая, крупная. А в евро-то это сколько, например, или? Я не знаю, в чем в долг. В евро, в евро. Ну, это в прошлом году в районе от евро до полтора, так скажем. А, ну, вон я вижу, она уже, у нее корень тут уже все, да? Да, да, это надо, вот ее снова, это самое. Но вы их, как эти, как никому не продаете, как вот эти самые саженцы, вот это все не делаете? А то, по идее, это можно же... А ты не занимаешься, лучше некогда садить. Ага, ага. Смотреть времени не успеваешь. Сделал, но потом сказал, лучше бы я купил, посадил, и все, взял, высадил, и все. А так, получается, я говорю, по времени, что очень много мороки с ними, так скажем. Я хотел ее уже убрать, это, как бы, в этом году, после уборки хотел убрать. А, жена, она говорит, нет, давай еще, говорит, уже что, капелька, правда, капельку поменяли. Все есть, солому поубирали чистенько, все. Я говорю, давай оставим еще, на год уже что будет. То есть, как бы, вложение уже... А пойти она так вот ненадолго, что ли, на год, на два, на три? Ну, она, у нас, в основном, в Молдове где-то на три года. Угу. Хотя итальянцы садят год, на следующий год мало кто оставляет, и не убирают, но у них там совсем по-другому. Ну, у них получше все-таки климат, скорее всего. И климат другой, и их там субсидии, эти помощи, все, кредиты эти беспроцентные, под малый процент. У нас же все куда ни коснись. Вы к ним ездите туда подучиться, опытом поменяться. У нас Евгения Васильевна отправила на это самое, как бы, посмотреть, как выращивать кубнику. И вот мы поехали, я на классику, еще, ну, там парень, сын его, Илюша. И поехали посмотреть, мы посмотрели, заказали. Вот в Куничи очень много заказали, тоже засетали и саженцы, и капелька, пленка, под пленкой там. У меня так вот крытым, а у них все под пленкой кубника. Ого, но вот такими не в туннелях вот так вот? Нет, не в туннелях, просто нет, два ряда, но под пленкой вот так горкой, и посажена эта самая кубника. И уже там посмотрел, увидел, как работают итальянцы, захотел тоже посадить кусочек сада этого. Яблони, яблони, да. Яблони, да.